С Богом по всем дорогам! Это девиз байкеров из православной организации Мотобратья в Ихресте. Я не случайно в руках держу шлем, потому что прямо сейчас вместе с ними мы отправимся в настоящее мото-паломничество. Это Азы православия. Я Анна Макарова. Смотрите сегодня в программе. Байкеры и православие. На мотоцикле по святым местам. Бородино. Сражение, изменившее ход войны 12-го года. Подвиг любви и веры. История Спаса Бородинского женского монастыря. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Анна. Хочу познакомить вас с Алексеем. Это президент и основатель мото-клуба. Ну, ребята, все в сборе. Можем знакомиться и отъезжать потихонечку. Хорошо. Кожа мужчины мотоцикла. Уровень брутальности в кафе зашкаливает. Никогда бы не подумала, что все это может быть связано с православием. Оказалось, может. И даже очень. Алексей, ну расскажите, пожалуйста, кому пришла идея создать такое мото-объединение? Идея наша родилась 4 года назад почти. Уже вот немножко-немножко. И нам 4 года вступит 12 сентября. И 4 года назад мне и моему вице-президенту Николаю Баусову Тигричу пришла идея создать христианский мото-клуб. По образцу христианских мото-клубов Европы и Америки. Потому что их достаточно много. Как мы выяснили, их почти 30. Ну, около 30. То есть это очень такая солидная цифра. А в России ни одного мото-клуба такого христианского нет. Ну а так как мы верующие люди, выцерковленные уже давно, то мы вот решили этот пробел восполнить и создать такое мото-объединение, чтобы собрать всех православных мотоциклистов. А сколько человек сейчас входит в него? В данном... Ну, на сегодняшний день где-то около 70 человек у нас в мото-объединении. По всей России у нас есть 6 отделений. Головное отделение находится в Москве. Отделение в Казани, Оренбурге, Ижевске, Набережных Челнах, Твери. Есть еще отдельные вольные ездаки, так называемые, которые у нас находятся в разных городах. Разбросаны там в Ахтубинске, в Липецке, в Иваново. Так что, в общем, охватываем потихонечку всю Россию. Ну, а ваша деятельность вообще, вот основная, это что? Основная деятельность – это миссионерская деятельность. То бишь, мы как христиане должны свидетельствовать о Христе в этом мире. И, прежде всего, своей жизнью, своим взаимоотношениям, в своем коллективе. Ну, и, естественно, чтобы на нас смотрели люди и как-то понимали, что не все, так сказать, пиво, не все рок-н-ролл, а есть еще и более глубокие идеи. И они живут и в душах мотоциклистов. Для этого братья, так они сами себя называют, постоянно ездят в мотопаломничество. Это уже стало образом жизни. В основном посещают монастыры Московской области и ближайших регионов. Без посещения святынь православный христианин не может жить на этом свете. Его душа всегда стремится посетить ту или иную святыню православного мира. Тем более, что для нас езда на мотоцикле является такой кульминацией нашей жизни. И мы решили совместить полезное с приятным. И катаемся по монастырям России, снимаем фильмы для себя. У нас есть даже YouTube-канал, где мы выкладываем наши ролики под названием «Святая ручь мото-паломничество». И там мы рассказываем о истории этих монастырей, о святынях этих монастырей, о социальном служении этих монастырей. Алексей, а любой человек может стать членом вашего мото-объединения? В рядах нашего мото-объединения находятся в основном воцерковленные православные люди, для которых церковь не просто пустой звук, то есть они не захожане, а они именно считают храм основным местом своего служения в этом мире, спасения своей души. Вот именно сбор наш, такое собрание общинное вокруг Таинства Евхаристии, это есть самая основная задача первостепенная для нас. Все остальное это поскольку-поскольку и уже вторым эшелоном идет. А вы как-то проверяете людей, которые приходят, даете им испытательный срок? Конечно, у нас, как и в любом клубе, существует испытательный срок, кандидатский срок, он варьируется от одного года и больше, по-разному бывает. Присматриваемся к человеку, он к нам присматривается, ну и естественно, если он вливается в семью, он вливается, и мы, так сказать, радуемся новому члену нашего мото-объединения. Ну, если нет, то нет, не всем суждено находиться в общине, потому что есть одиночки, есть люди, которые довольствуются тем, что являются нашими друзьями и просто посещают наши мероприятия, при этом не являясь членами мото-объединения. И мы тоже приветствуем такое общение. Вы какие-то встречи организуете с людьми, то есть как-то слово несете Боже? Да, у нас бывают разные встречи и с детьми, и с молодежью, и бывают у нас пробеги такого миссионерского характера. Когда мы выезжаем большой группой, едем по разным городам, вот, например, такой пробег у нас есть Ахтубинский, приурочен он к Дню Великой Победы, Великой Отечественной войне, но и также приурочен к Пасла, потому что она всегда где-то рядом с майскими праздниками. И ездим по городам, селам, и рассказываем детям о христианском служении в этом мире, о подвиге наших отцов, дедов, потому что любой подвиг, когда человек отдает свою жизнь за други свои, это исполнение христианской заповеди. Вот, потому что сказал Христос, нет больше той любви, если кто душу свою положит за други свои. Поэтому вот с этой миссией мы объезжаем города, и вот такое общение у нас неформальное происходит. Поем песни где-то, я вот на гитаре играю казачьи песни, какие-то такие народные песни поем. В общем, молодежь довольна. Скажите, а когда зима, зимний период, мотосезона нет, вы чем вообще занимаетесь? У каждого свое служение в жизни. У нас абсолютно разные люди. Вот я художник, мой вице-президент, он подполковник ОМОНа. Советник наш, пилигрим, он айтишник, компьютерщик, ну и так далее, и так далее. У нас такие разные специальности, разные профессии, но у всех нас объединяет именно любовь к церкви, к Богу. А как вы вообще все познакомились, оказавшись потом в одном? Да, вот так вот и познакомились. То есть кинули клич, открыли сайт, группы, и потихонечку начались звонки, письма от мотоциклистов. Люди стали приезжать, знакомиться. Кто-то задержался у нас, кто-то нет. Разные ситуации были. Ну вот, что имеем, то имеем. Сегодня мы имеем 12 мотоциклов, и цель посещения – Спасо-Бородинский женский монастырь. Он входит в мемориальный музейный комплекс «Бородинское поле». Ну что, формируем колонну. Отцы, внимание, сюда. Значит, за мной пилигрим. Пилигрим едет в паре тогда с Чернецом. Дальше Масил с Якимом. Так, потом... Так, у нас еще Шмель. Потом идет Хатабыч с Фомой. Сталкер идет со Шмелем. Шмель там подтянется. Вот. И... Так, дальше Васильевич с Павловичем. Все нормально? Вот он, волнительный момент. Наша колонна отправляется в сторону Можайска. А я, на самом деле, первый раз в жизни буду ехать на мотоцикле. Поэтому мне, с одной стороны, очень интересно. Ну и, конечно, если честно, я немного боюсь. Ну, надеюсь, все закончится благополучно. Как сюда залезать? Вот эту ногу сюда. Так. Опа. Боже мой. Итак, на выхлопную трубу ноги не ставить, крепко держаться и повторять все движения за номером один. С Богом по всем дорогам. Погнали. Поехала я, что называется, с места в карьер. Сразу на Минское шоссе. Если честно, сначала хотелось остановиться и сойти. Мне стало страшно. Ветер, скорость, рев моторов, машины, которые могут не заметить. И в чем здесь романтика? Но это только сначала. Минут через двадцать наступает эйфория. Эйфоры уже не страшны, и удовольствие получаешь. А главное, не стоишь в пробках. Православные мотоциклисты посетили уже 33 монастыря. Спаса Бородинский – 34-й. Ехать осталось недолго. Вот она, знаменитая деревня Бородино. Здесь пали смертью храбрых десятки тысяч воинов. Это поле славы, поле скорби, доблести и отваги. Память души их во благих водворяться. И память их в род и род. Бородинская битва считается самой кровопролитной в истории однодневных сражений. В ней погибло 45 тысяч русских и около 40 тысяч французов. Большие потери были среди офицеров. Наших 23 генерала, у французов 49. Непобедимая армия Наполеона после Бородинского сражения дрогнула. До монастыря, конечной цели нашего путешествия, осталось всего несколько километров. Бородинский монастырь Вот приехали мы в Спасо-Бородинский монастырь. Наша дорога заняла примерно 2-2,5 часа. Но это очень интересно. Я теперь понимаю, почему люди увлекаются мотоциклами. Получаешь истинное удовольствие. Когдаешься на скорости, чувствуешь свободу. Сегодня мы посещаем Спасо-Бородинский женский монастырь, который находится на Бородинском поле возле деревни Бородино, где в 1812 году происходило генеральное сражение русских войск с наполеоновскими захватчиками. История обители связана с именем Маргариты Тучковой, вдовы молодого генерала Александра Тучкова. Он погиб в Бородинском сражении 26 августа по старому стилю или 8 сентября по новому. Битва началась на рассвете и продолжалась 15 часов. Главные события происходили на левом фланге русской армии. В этом месте у Семеновского оврага располагались макратионовы флеши. Их приказал выкопать кутузов, чтобы хоть как-то сдержать натиск французов. Здесь развернулся самый кровопролитный и самый трагический эпизод Бородинского сражения. Интенсивность французского огня была настолько большой, что в какой-то момент русские просто вынуждены были остановиться. Плотность огня была такая, что идти было невозможно. И генерал Александр Тучков выхватил знамя полковое из рук знаменосца и с призывом к своим солдатам «Ребята вперед» бросился на французские войска. Картечь разнесла ему грудь, и возросший огонь французов был настолько плотный, что ядра и свинцовый дождь просто взрыхлили землю на месте гибели генерала, и тело его было погребено. Маргарита поехала на поле битвы искать тело мужа, но так и не смогла его найти. Ее глазам предстала страшная картина. Убитых было так много, что под ними не было видно земли. Генерал 3-й пехотной дивизии, в которую входил полк генерала Тучкова, лишь в 1817 году прислал Маргарите Михайловне кусок карты рукописной, на котором крестиком было изображено и отмечено место, где погиб генерал Тучков. Но Маргарита Михайловна раньше нашла это место. Ей просто подсказало сердце. Немного оправившись от горя, она решает построить на месте гибели мужа храм на свои средства, продает драгоценности и при содействии императрицы Марии Федоровны покупает 3 десятиной земли. В 1818 году Маргарита Михайловна начинает строить храм спаса нерукотворного. Маргарита очень тяжело переживала гибель мужа, ведь именно с ним после неудачного первого брака она обрела настоящую любовь и женское счастье. Вдова пишет императору Александру Первому письмо с просьбой поддержать ее. Потеряв обожаемого мной супруга на поле чести, я не имела даже утешения найти останки его. И ни в чем другом отрады не нахожу. Как в предприятии соорудить храм на том священном для меня месте, где пал супруг мой? Мария Тучкова обратилась к государю Александру Первому, который с живым интересом откликнулся на ее просьбу и даже пожертвовал 10 тысяч из государственной казны на строительство храма. Заложен храм был в 1818 году, в 1920 окончилось строительство, и храм был освящен. В этом храме хранилась икона Спаса Нерукотворного. В честь, собственно, этой иконы и был назван храм. И эта икона Спаса Нерукотворного, она являлась полковой иконой генерала Тучкова. Маргарита Михайловна знала, что ее муж погибнет в этой битве. Несколько раз во сне она слышала пророческие слова «Твоя участь решится в Бородине». Вместе с супругом они попытались найти это место на карте, но тщетно. Тучковы тогда находились с полком в Минской губернии, и искать таинственное Бородино возле Москвы им не пришло в голову. Все, что осталось у Тучковой, ее единственный сын Николенька. Мальчик был очень болезненным и в 1826 году, в 15 лет, внезапно скончался от горячки. Его похоронили в Спасском храме. А его мать навсегда осталась жить здесь же, в деревянной старушке, возле дорогих ее сердцу могил. Вскоре рядом с храмом, с разрешения Тучковой, стали селиться одинокие женщины, вдовы и сироты, которые искали уединение. В 1833 году их число достигло 40 человек. Тогда по ходатайству митрополита Филарета. И была зарегистрирована общежительная женская Спаса Бородинская пустынь. Ну а потом безутешная вдова задумывается о принятии монашества. Сам святитель Филарет Дроздов постриг в рисофор Маргариту Михайловну с именем Мелания. А в 1840 году постриг ее в мантию с именем Марии и возвел в Сан-Игумении. Также с плеча Филарета Дроздова Игумения Мария получила клобук и ряс. Спасский собор всегда был и остается сердцем монастыря. Он построен в стиле ампир в форме античной усыпальницы мавзолея. Позади нас находятся дивные красоты иконостас. Фамильный иконостас семьи Тучковых, на котором изображены покровители их родителей. Иконостас выполнен из позолоченной бронзы. Примечательен тот факт, что монастырь чудным образом пережил и революцию, и большевиков, и Великую Отечественную войну, и иконостас, и практически все элементы храма дошли до нашего времени в первозданном виде. А вот в этом месте под полом находится склеп, в котором покоится Игумения Мария. Умерла она в 1852 году, 29 апреля, на 72-м году жизни. Рядом с ней лежит сын Николай. А напротив Маргарита Михайловна установила символическую могилу своему супругу, генералу Александру Тучкову. За год до своей смерти, в 1851 году, Игумения Мария начинает строительство Владимирского собора, поскольку Спасский храм уже не вмещал всех паломников и сестер. В 1859 году собор осветили. Собор был расписан сестрами монастыря полностью, однако эти росписи не сохранились. Они были забелены во время безбожия советского периода. И сейчас храм расписан заново, уже не весь полностью, но росписи здесь уникальные, очень красивые. Особенно поражает в полный рост икона Богородицы «Нерушимая стена». В храме хранится особо почитаемая Владимирская икона Божьей Матери, древняя в металлическом окладе. Историю обретения этой новописанной иконы Иверской Божьей Матери можно назвать чудом. Один человек решил осветить ее на Афоне возле оригинала. Отдал ее монаху, тот унес икону в алтарь. Однако, выйдя из него, старец сказал, что Богородица не отдает ее и нужно подождать. Несмотря на то, что человек опаздывал на паром и самолет, он смирился и остался ждать. Прошло 2-3 часа, он поехал по каким-то своим делам, вернулся обратно в храм. Монах вынес икону, говорит, Богородица вернула икону. Он ее принял и отправился на пристань. На пристани он увидел паром, который должен был отплыть на материк уже более 2-х часов назад. Поинтересовавшись, сколько времени и почему паром до сих пор здесь, он получил ответ, что все нормально, паром по расписанию идет. Тем самым было явлено такое чудо, как остановилось время. Это засвидетельствовал и благодетель этого монастыря, и афонские монахи. Впоследствии, когда икона была помещена во Владимирском соборе, местные насельницы засвидетельствовали еще одно чудо. Лик Богородицы, она очень такого специфического афонского письма, был очень строгий. Вот, они молились перед ней. Потом одна из сестер обратила внимание, что у нее на глазах лик начал икономеняться. И из строгого лика теперь Богородица является собой очень печальный и сострадательный такой образ. Эта обитель известна и своими старицами. Одна из них, преподобная Рахиль Бородинская, прожила в монастыре 56 лет. Сейчас над ее могилой поставлена часовня. При жизни к матушке приходило множество людей за помощью и утешением. Она никому не отказывала, исцеляла от душевных и телесных недугов. Ведь так велела явившаяся ей однажды Богородица. В 1928 году схемонахиня умерла, но она наказала приходить к ней на могилу, ибо помощь нуждающимся будет продолжаться и после ее смерти. Сегодня здесь всегда можно встретить людей. В 1920-е годы в монастыре проживало около 270 сестер. В 1929 году обитель закрыли, и на картах вместо нее появился населенный пункт, поселок Ворошилово. До 1941 года монастырь использовался как школа и общежитие. В годы войны здесь был госпиталь, а в 1950-е машино-тракторная станция. Реставрация монастыря началась в 1972 году, а в 1992-м женская православная обитель была заново восстановлена. Сейчас в монастыре живет всего 20 сестер. И вот своими руками они ухаживают за территорией, сажают такие великолепные розы, которые просто пахнут божественно. Жалко, что камера не может передать их запах. Также у них есть небольшое хозяйство, козы, куры и даже своя пасека. Вот и закончилось наше мотопаломничество в Спасо-Бородинский женский монастырь. Лично я получила огромное удовольствие от этой поездки. Это были Азы Православия. Я Анна Макарова прощаюсь с вами. Увидимся на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин